Смотрите, сколько вкуснятина я наготовила. Вы даже не представляете, через какое усилие я сейчас переступаю. В общем, налила сюда вот так чуть-чуть. А, еще очки. Так классик из говядины. Вау, вау. Бабуля. Сейчас, представляете, пробую молоко, думаю, ну страшно, не буду сейчас. Ой, девоньки мои, я уже ношусь тут как угорелая. Вот СПЦР сдали. У нас произошел сбой в системе. Доброе утро. Всем доброе утро, мои хорошие. Сегодня день нашего отъезда. Сегодня, наверное, много снимать не буду, потому что просто будет некогда. Сейчас время, я встала в 7 утра, сейчас время уже без 28. Выезжать, наверное, будем. Кстати, надо пробки посмотреть, потому что утром я же никогда не выезжаю. А однажды, я помню, как-то в спортивный клуб ехала к 10 часам. Такая пробочка была туда неожиданно. Я еще ездила на специальное занятие и чуть не опоздала. Поэтому надо будет раньше выехать, а не ехать в центр. Я записана сегодня на маникюрчик-педикюрчик, потому что я еду надолго, а у меня уже педикюр уже пора сделать. Ну и маникюр уже как бы отрос. Ну и хочется как бы одного цвета все сделать. Разнобой у меня. Вот, и салон Дизи Лофт, это единственный салон, который нашел мне местечко. У всех все расписано, все занято, никуда не попасть. Поэтому я записала в Дизи Лофт и только на 9 утра, представляете, на 9 утра. Это мне нужно где-то в 20 минут 9 выехать. И для этого мне нужно было в 7 утра встать. Так что я сейчас проснулась, Денька тоже уже проснулся. Мультики смотрят, заранее прям проснулась. А я еще спала очень мало. Я легла в 2 часа ночи вчера и не могла еще, наверное, до 3 уснуть. Куча мыслей всяких разных, короче, не давали мне покоя. Идеи там, да, и так далее. Вообще, короче, сложно. И я считаю, поспала. Я уже тогда прикинула, что я поспала, наверное, часа 4. В глазах песок. Но как бы маникюр-педикюр нужен, чтобы потом об этом не думать. А после маникюра-педикюра мы пойдем сдавать тест ПЦР. Точнее, я пойду сдавать тест ПЦР. Тоже там до часа нужно попасть. И все. Потом домой Милку отвезти маме. Сегодня покраситься. Смонтировать видео для вас о покрашивании. Еще одно видео там смонтировать. Ну и в принципе все. Сегодня у меня такой готовый образ уже от стилиста. Кто не смотрел, у меня на втором канале распаковка сюрприз. Посылка сюрприз от стилиста. Новый офигенный. Вообще, ну просто дешевый даже могу сказать сервис. Услуги стилиста онлайн. Посмотрите, очень обалденная распаковочка. Кто не смотрел, если что, ссылку под видео оставлю. Вот я сегодня в одном из образов. Сейчас как раз такая погода. У меня лук собрали на конец лета, начало осени. Это как раз когда ты еще можешь одеться по летнему. Но что-то нужно тепленькое накинуть. Кстати, все мои пиджаки, они шерстяные и теплые. Ну как бы вот рано их еще одевать. А вот этот пиджачок прям такой классный вообще. Просто бомба. Короче, я рекомендую эту распаковку посмотреть. Кто не смотрел. Вот. Потому что я думаю, что многим эта тема понравится и зайдет. Это реально классная услуга и классное решение. Вот. И еще вы все время мне говорите, Селена, вот вещи приходят к тебе. Ты ходишь в одном и том же, в майках, футболках. Да, конечно, если... Ну в майках, футболках я хожу. Потому что если мне нужно куда-то выскочить, я это снимаю все время. И редко куда я в принципе выхожу. Мне надо выскочить, если куда-то там в магазин быстро. Или за ребенком быстро. Ну что я буду выряжаться вот это вот. Ну как бы мне вообще даже внутренний диссонанс какой-то. Что я там буду... Меня вот это само даже бесит. Я хочу быть налегке. Я надела платье, майку, шлюпки пошла. Вот. Чем там... Пиджачок, все дела. Это не про меня. Это не я. Я свою жизнь не выстраиваю четенько, прям знаете, чтобы было красивенько. Я, наверное, скорее выстраиваю свою жизнь, чтобы было расслаблено, кайфово, без напряга. Вот к чему я стремлюсь. Я пробовала, честно я вам скажу, пробовала. Я когда смотрю на девчонок, которые красиво там на укладочке постоянно. Постоянно там от стилиста вещи подобраны. В доме там все по фэншую, там веточки, там то-сё. Я стараюсь, я пробовала. Но я понимаю, что это не мое. Я не могу на это уделять много времени. Не то, что не могу, не хочу даже. Мне это неинтересно. Мне интересно другое. На чили, понимаете, села в майке алкашки. Или как там ее? Тельняшки, алкашки. Ноги закинула на стол, включила телек. И все. И просто на чили. Вот мне кайф, что. А не так, что ты одела платье, каблучки, такая сила, такая шампунька попиваешь. Ну вот, ну поняли, да, смысл в чем? Я и так, и так могу, но внутренне именно что. Вот. Ну сейчас выхожу как бы в люди. И я такая думаю, что надеть, что надеть. И вот этот образ на стилистах очень комфортный. То есть вот прям вот то, что надо. Поэтому я сегодня вот так порадую вас. Кстати, вот у Фенечка тоже вот прислали. Сюрприз. Подарок. Так. Лады. Все, мчим. Кстати, да, я сегодня не выспалась. Сказала вам или нет. Вот вчера в 23.00 я решила Деньку положить спать. И вчера я уже собралась было спать. Вот. Но позвонила родственникам. И оказывается там тусили-гуляли. И я, короче, присоединилась. И еще до часа ночи прекрасно провела время. Но надо было расслабиться, знаете, мозгом. После вот этого ежедневного трипа, как говорится. Вот. И в час ночи я уже попрощалась. И такая думаю, ну все, надо спать. Потому что в 7 утра вставать. И что вы думаете? Я такая думаю, блин. Завтра, ну просто, просто найти окошко. Я уже просто так делала. Когда перед отъездом, перед самым, да, ты оставляешь там. Вот это надо сделать, вот это. И ты нифига не находишь время на это. У меня и так дел сегодня много. И я такая думаю, не, надо смонтировать видео. Представляете? После отдыха, когда ты выпил, уже расслабился. Все, уже просто в кровать идти. Я сажусь за монтаж видео. И еще полтора часа минус. И сна. Так что я 4 часа всего поспала. И, ну, вариантов не проснуться в 7 утра или проспать. Нет. Мне кажется, я раньше в будильниках встала. Он только-только зазвенел, я аж вскочила. Ау, делать быстрее. Это надо успеть. Это важно. Все, девочки, мы приехали. Смотрите, как мы будем время проводить с Дэней. У него здесь свое кресло. У меня свое кресло. В две руки для тех, у кого времени нету. Будем делать маникюр, педикюр. Так, сейчас у меня здесь вот так вот. Кстати, мне вот этот понравился. Маникюр в прошлый раз здесь делала. Вообще не видно, как отросло. Ну, а педикюр пора уже сделать. Все, там френч у меня. Все, сажусь. Тут, кстати, можно еще делать педикюр и маникюр. И вот там еще мне делали ресницы одновременно. Вон, где красненькая, видите? И смотрим что-нибудь интересненькое. И вот я с ребенком даже. Прекрасно. Дала ему мультики сейчас. Так, ну что, мои хорошие. Вот такой я выбрала цвет. Белый. Хотели сначала молочный сделать, но молочный оказался слишком такой неконтрастный. Мне захотелось что-то контрастное. И блестки сверху еще. И, короче, у нас получается и база, и два слоя лака, и два слоя блесток. Они, конечно, немножко толстоватые такие получились. Но нет, особо так вот я не вижу. Мне нормально для моего глаза, да. Вот, но в целом вот так. Мне нравится. Мерцает, видите, как красота. И на ножках тоже самое, тоже беленький. Короче, праздничный маникюр. Так, все, маникюр-педикюр сделали. Теперь тест ПЦР. Время полдвенадцатого. Полтора часа у нас есть. Фух. Так, ну все, тест ПЦР сдали. 1800 у нас здесь стоит. И будет готово завтра в 10 утра. Но я как раз уже буду ехать. Я думаю, что у меня здесь сейчас в России не будут спрашивать тест ПЦР на поезд, да. Но если что, как бы у меня есть бумажка, что я сдала. И что будет тест. А, еще. Блин, я не знаю, мне загранпаспорт нужен или нет. В Беларуси я вот не знаю. Представляете? Ну я возьму все паспорта с собой. И еще на английском ПЦР тест сделаю. Вот как бы, да, вдруг они по-русски не поймут. Ну там на границе придерутся, мало ли. Все, 1800 с меня списали. Все, сейчас едем домой. Где, где, где? Едем домой. Маме позвонила. Говорю, мама, если вдруг я не буду успевать, говорю, тогда ты, пожалуйста, приедь за мелочкой и забери ее. Она сказала, хорошо. Мама, у меня просто золото. Давай. Ой, девоньки мои, я уже ношусь тут как угорелая. Монтирую видео. Волосы покрасила, снимаю. Вот мы тут с фисташкой переписываемся. Так, сейчас уже, уже, ну вы, наверное, видели предыдущее видео, да? Я тут вся, не знаю, что получится на голове. Так, решила пожарить еще блинчики. У меня тут оставалось, кефир оставался. И что, щипет? Ну, аккуратненько, кефир. В общем, у меня здесь оставался кефир и еще кое-чем. И я решила, короче, сделать оладушки. Сюда высыпала весь этот кефир, два яйца. И делаю, ну, немного рисовой муки у меня оставалось, я добавила. И все делаю на обычной муке. В основном для Деньки, короче. Макарошки варю. Смотрите, сколько вкуснятина я наготовила. Так уже Денька наелся. Вот у меня еще четыре. И здесь, наверное, еще на порцию, на одну. В общем, будет нам чемпотчевать сегодня. Макарошки сварила. Красота. Вот Деньке скачала лабиринт. Нет. Так он играет. Развивает логическое мышление. Всем привет, мои хорошие. Планы поменялись немножечко. У нас произошел сбой в системе. У меня вещи собраны, чемоданы стоят. Все сложено. Но планы немного поменялись. И поездка немного сдвигается. Пока что ничего не могу сказать. Но такое непонятное ощущение, когда ты уже подготовился, и тебя как бы уже ничего не держит вот здесь в городе, да. И я на самом деле очень много работала это время просто. Я столько видео наснимала, столько намонтировала, столько все везде договорилась. Ну просто меня никто не ждет в городе. И я остаюсь. И такое прикольное ощущение, когда ты никому об этом не говоришь. Все думают, что ты уехала, а ты в городе. Как будто, знаете, отдых какой-то. Я сегодня валялась, что-то это. Я не выспалась еще. Валяюсь, смотрю сериал, ничего не надо делать, никуда не надо бежать. В общем, есть в этом своя прелесть, но как бы нужно продолжать. В любом случае на отдых времени мало. Я решила не терять время. У меня есть теперь тест ПЦР. Он действует три дня, насколько я знаю. И я могу сходить сегодня, и послезавтра я могу сходить позаниматься. Сегодня написала Настю, говорю, Настя, вы занимаетесь сегодня? В общем, мы договорились сегодня пойти заниматься. У меня есть 2-3 часа, чтобы перекусить. И потом мы встретимся уже непосредственно в клубе. Покачаю пресс. Хотя, честно говоря, сил у меня нет. Я реально не выспалась. Такое немножко вялое состояние. Но я знаю, что после тренировки обычно так взбодриваешься хорошенечко. Поэтому я думаю, надо сходить, чутка взбодриться. Тем более за все это время, вот как я заморозила абонемент свой, я позанималась только дома один раз. Я думаю, надо пользоваться моментом и сходить позаниматься. Денечку я отправила в садик, а себе сейчас я думаю сделать коктейльчик. Интересненький. Думала сейчас заказ сделать. Потом думаю, что заказ сделать. Надо сделать коктейль себе из овсянки, молока, еще что-нибудь добавить. Может, мороженое. Короче, сейчас буду придумывать. Вам покажу. В общем, немножко овсяночки добавим. Вот так, наверное, немножко. Для понта. Молочко мое. Тут его, правда, мало. Надо еще, наверное. Это будет не диетический коктейль. Вот еще у меня пол мороженого такого цветного. Вот. Отставалось. Вот такое. Мороженое, чистая линия. Вот такое половинка. Брошу. Хочется бросить туда еще немножко кофе растворимого. Чтобы как бы, ну, и забодриться заодно. Так, немного. Еще у меня есть вот такое мороженое. Шоколад без добавления сахара веганское. Чуть-чуть добавлю. Это мороженое настолько заморожено, что его очень сложно отковырять. Прикиньте, вот кусок льда. Не знаю, что это получится. Еще хочу сюда добавить немножко вот таких вот семян. Перемешать. Прям так интересно теперь, что это получилось. Интересный напиток. Ну, не хватает чего-то, знаете, чего? Еще холодного, наверное, еще мороженого. Ой, девочки, вы даже не представляете, через какое усилие я сейчас переступаю. Иду, точнее, через какое усилие, чтобы пойти позаниматься. Я понимаю, что просто тест ПЦР, он всего три дня. И нужно пользоваться этим. И просто через такую силу. Я бы никуда не выходила бы сегодня из дома вообще. Но вот через силу иду. Трындец. Даже оделась сразу уже. Вот так буду заниматься. Кроссовки только одену, в пакете с собой возьму и все. И покушать надо будет, пообедать там. Спать хочу. Я кумарила немножечко такая дома. Но что-то так и не заснула. Не могу заснуть. Что-то думаю, то-то надо сделать, то-то. На самом деле дела есть еще, которые давно нужно сделать уже. Но на них нет желания, нет мотивации. Должно что-то произойти, чтобы было желание и мотивация. Короче, я немножко такая сейчас. Неожиданный поворот называется. Неожиданный поворот в жизни. Фух. Ладно, едем. Не спим. Просто пустой клуб, никого нет. Я вам хоть немножко покажу здесь его. Вот столько здесь шкафчиков всяких разных. Там просто тишина. Там туалет, сауна, душ, раздевалки. А там выход на бассейн. Видите, здесь одна. Одна девушка была, она переоделась и ушла. Вообще, идешь до глади. Сейчас Настена уже приест. Сейчас зашла в зал, где я обычно занимаюсь, и где полный зал. Все время там два человека. Сейчас общие занятия вот эти два человека там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это Дэнки котлетки взяла рубленые. Он в прошлый раз их так точил, что я ему взяла две котлетки. Себе еще взяла куриное филе здесь у нас под шубой. Перчики взяла. Сатэ взяла. Здесь у нас блинчики с творогом Дэнни. капусточка тушеная и оладушек один взяла прям не знаю на что вперед бросаться вот это все мне вышло в 1200 рублей это мой любимый десерт 150 рублей стоит так еще я зашла в пятерочку что я там купила вот такие вот новые палочки смотрите фрукт они они кукурузные палочки яблоко банан их тут чуть-чуть совсем без добавления сахара так лаваш это я буду делать завтрак с сунцом и со сливочным сыром ну и Денька у меня просто любит вот так лаваш если честно есть так это я компьютер упаковала видите у меня все на упаковке естественно чипсы запеченные маленькие но Левочку взяла вот такой грейпфрутик понравился мне кстати у друзей пробовала сосиски ну это чтобы просто были на всякий случай сыр мой любимый именно красная цена российский сливочный сливочный российский сливочный обычный короче сыр поняли вот я взяла сыр творожный с зеленью наверное его я буду делать лаваш и тунец туда и акриль это я люблю с этими с хлебцами есть потом кисель вот такой клубника малина Деньки взяла и хлеб все ой девчонки попыталась я снять что-то на у меня сел голос вообще на улице попыталась снять что-то там был ветер хотел сказать за Деньку что я все время ищу подход к тому как бы его водить в садик у него все время разное настроение вот бывает если мы спешим он не выспался да он будет капризничать говорить нет не хочу идти в садик бывает он все спокойненько одевает и кисель с я говорю дядя вы сандалики одеваю это все спокойно одевает мы выходим спокойно идет сам садик вы видели да когда он поднимается сам садик без проблем иногда в какой-то то есть это бывает зависит от того сколько мы встали бывает иногда зависит от того что на площадку я его веду когда еще гуляют детки да или например когда они заходят мы часто их ну подлавливаем когда они с площадки идут в группу да или когда они зашли тоже короче есть там свои моменты в общем я как на гребне волны. Сегодня, в общем, другой вариант был, когда мы перехватили, я замечала, кстати, когда мы перехватывали детей, да, где-то по дороге, он тоже капризничает, что не хочет, хотя вроде все нормально было. Короче, сегодня я там на полпути остановилась и говорю, беги. Вот как будто ему даешь больше самостоятельности. Вот если я когда довожу его, там говорю, ну все, прощаемся, да, начинает капризничать. А если где-нибудь на полпути, все, беги. Он такой раз и бежит, вроде бы. Ну, короче, ищу. Раз на раз не приходится, ищу как бы найти вот эту вот золотую такую, золотой момент, когда он не будет капризничать и не успеет опомниться. Опа, уже в садике. Вот, в общем, все, будни как будни. Продолжаем. Пока не знаю никаких своих дальнейших планов. Все поменялось кардинально. Вот. Мы остались дома. Все, остаемся дома. Вот. Так как я все поделала, у меня все дела сделаны, да, и как бы минимум вклада. Я себе освободила много дней всяких, да, для отпуска, можно так сказать. Я решила прибраться дома, прям, ну, кардинально прибраться дома. Раскладывать, поубирать, какие-то вещи порасставлять. В общем, сейчас буду этим заниматься прям с утра, потому что у меня сегодня нет никаких планов. Буду убираться. Милочка лежит тут. Кошечка моя сладкая. Такая кошка моя сладкая. Такая кошка сладкая. Я уже мамочка рядышком, скажу. Мамочка рядышком, кошечка моя, 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 любимая, коха моя, ой, скажи, мама, мама дала руку погрызть. Мое, 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 мое. Мое, 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 мое. Дим. Субтитры подогнал «Симон» 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 приятно брать. А до этого берешь, и они такие жирные. Но вот точечно в каких-то моментах не отмылась. Но в целом чистенько и хорошо. Вот прибрала чуть-чуть, у меня тут сохнут штуки. Здесь тоже столько всего. Не знаю, куда деть. Вот эту взяла для хлеба. Пока она особо не нужна. Вот салфетки тут положила. Вот этой пока не пользуюсь. Тоже тут положила. Сейчас, короче, фасады протру. Фасады. Меня, кстати, многие спрашивают. Селена, расскажи, как вот белые фасады на кухне нравятся ли тебе? Как часто ты моешь? Девочки, мою крайне редко вообще. Даже я могу сказать, что я их вообще не мою. То есть, ну, наверное, за все это время я два раза всего лишь прошлась по поверхности. Вот там наверху вообще ничего не делала, да? Но если вот брать места, которые постоянно мы юзаем, вот смотрите. Я не знаю, последний раз, но месяца два, наверное, я просто прошлась так мыльной тряпочкой. Ну вот, немножко готовила там, да? Вот. Но оно не... Оно, знаете, не бросается так сильно в глаза. Ну вот уже Денька у меня здесь всегда лазит. Вот грязные руки, все дела. Это вот пролила буквально недавно, да? И вот здесь вот постоянно тоже лазим. Ну, то есть вот сейчас. И оно вот так вот сдалека, когда ты заходишь, то есть видно только вот этот вот потек сильный. Это сейчас я вам показала. На самом деле сама обратила внимание, что видно. Ну, как бы вот сейчас беру мыльную тряпочку просто. Даже можно не мыльную, а обычную. И оно все вытирается. Вот оно у меня просто мокрое, сушится. И вот просто она очень легко все смывает. Видите? И все. Уже светленько. Вообще никаких усилий. Поэтому я сама думала, что будет вот очень там сложно белое. Но вот здесь надо будет чем-нибудь. некоторые пятна просто не поймешь, они от чего вообще сделаны были. Поэтому для меня вот, кто редко убирает, да, у кого нет времени, ну, я довольна фасадами. То есть нет такого, что прям ужас. Запачкались, какой кошмар, бьет в глаз. Ничего такого нет. Вот так вот внутренние тоже. Ой, ну, сделала почти везде чистоту, красоту. Осталось ванне только убрать. Сейчас решила покушать. Это у меня курочка под шубой. Это сатэ. Попробую. Ммм, вкусненько. В общем, смотрю, сериал сейчас Элита. Поубирала, думаю, чистота. Одна ванна осталась. Смотрите, сколько коробок. Решила коробки пустые поубрасывать. Что-то я храню, храню. Ну, там посылки отсылать или что. Решила, думаю, пакеты лучше куплю. Там пару-тройку коробок оставила, а это все пустые коробки. На балконе хранятся. И вот эта коробка тоже от пылесоса, думаю, еще ее хранить. В общем, вот только столько мусора. Сейчас решила поехать на машине. Малого заберу и поеду в Фаберлик. Приехала. Я там такой заказик сделала. И обувь, и какой-то необычный. А, еще очки заказала там. Еще что-то прикольненькое. Прям все прикольненькое заказала. Хочу скорее снять распаковочку на второй канал. Так, забрали посылочку. Теперь еще хочу мяско взять с Денечкой. Зашли. Пятерочку. Так, стейк классик из говядины. Такой вот есть. А вот это вот у нас Prepare Steak. Я думаю, чем я покупаю, готовое все за космос деньги. Лучше, наверное, взять вот тогда и пожарить. Что-то мне тут кусочек нравится, наверное, да? Сейчас что-нибудь повыбираю. Заходим, и Деня говорит, ух ты, как чистенько. Зайчик мой. Блин, девчонки, представляете, велосипед вот здесь ставила. Я теперь не знаю, чем вот эти вот от велосипеда следы. Он ничего, причем он просто стоял. Я не знаю, от резины вот такие вот следы. Мне это не нравится. Обычно, чем я убираю, они убираются. И, кстати, он как-то у меня еще куролесил. Вот, смотрите. И тоже тут вот, видите, следы. Это тоже от, ну, когда катается, раз ударяется колесом. И тоже вот эти следы. Я теперь думаю, чем мне их вот. Мам, а я потерял телефон. Ручки мой, я тебе дам телефон. Так, что же я прикупила в пятерочке? Сейчас я вам покажу. Крошки мои. Ой, тяжеленькие. Тяжеленькие. Так, бананчики взяла. Лишневый сок взяла. Так, пиво показывать не буду. Хугарден я люблю. Взяла там два вида. Денька мармеладки захотела. Мясо выбрала. Два вот таких стейка. Один стейк классик из говядины, а другой пеппер стейк. Я уже брала пеппер стейк, а вот этот классик фермерский. А, это бычок. Короче, нет, не брала. Так, и что у меня тут еще? Яблочки два вида. Красные и зеленые, Деньки. Помидорчики, вот такие для яичницы, там для салата. Помидорчики черри. Один огурчик. Помидоры я люблю больше, чем огурцы. Ну и все, Деньки, водичка. А кто к нам приехал? Бабуля. Хоть она и устала сегодня за целый день, но она к нам в гости приехала. Да. Как тебе чистота, которую я тут до близко довела? Да, вот очень красота. Отдайте. Обычно мама просто приходит ко мне, и она мне помогает. А тут я решила поубираться к ее приходу, порадовать ее. Пойдем купаться, Деньечка. Пойдем. Подождите, давайте я ванну уберу пока, еще осталась одна ванна у меня там на полпути. И все, вы пока посидите. Денька, спокойно, все ночи. Все, мы спать побудем. У меня 20 процентов. 20 процентов, Тюмя? Давай выключай уже 20 процентов. Денька уснул, и мы с мамой Чоли будем сейчас пить чай. Ты, кстати, не хочешь чай? А я кофе без кофе. О, какая ты. А я, короче, вот, чувствуете, сиплю. Я просто выпила холодного сока немножечко. И пока Деньку укладывала, у меня аж запершило в горле. Думаю, надо сделать чай. А чай я буду пить, кстати, фаберликовский. Вообще, уже это такое с голосом. Чай буду пить фаберликовский, потому что там чая, по-моему, нет. А вкус чая. И я, короче, засыпать могу нормально. Милочка, а что ты трешься вообще возле меня? Да вообще-то ты утром ела свой корм. Я даю тебе его один раз в день, а то ты зажралась. У тебя вон сухой корм, иди ешь. Жоп, иди ешь сухой корм. Нахлая кошка, глянь. Ты посмотри. Нет. Нет, нет, нет. Пузо торчит уже снова. Так, что-то я хотела. А, вот, я взяла его чай. Сейчас сделаю. А мы с Денечкой идем в садик. Как обычно. Деня с бабушкой попрощался. Мы вчера с бабушкой до часа ночи болтали. Как будто я чутка не выспалась. Сегодня рано встала. Но кофе уже сделала свое дело. Дома заканчивается молоко. Смотрите, я зашла в ларек. Думаю, ну с надеждой, вдруг у них есть. Потому что Альпра, вот это все мне не нравится. А у них овсяша, прикиньте. Три, два. Ну, овсяное молоко вроде мне тоже нравится. Но вот такое овсяше я первый раз вообще вижу. Буду пробовать сегодня. Милка, красотка. Какие косы. Ой, как же тут хорошо, как лежать. Кусаться не ся. И я кусаться, говоря тебе. Слушай, бабушка. Ой, игривая какая, разыгралась. Слушай, бабушка. Привет. Так, ну что, ты прям убегаешь сразу? Или еще кофе попью? Я уже напилась кофе всю. Я домой хочу. Ну, давай, я тогда буду голубой. Матунечки мои, маленькие такие. Готовиться к съемкам буду. Матунечки мои, кошечка. Как спалось тебе у меня? Нормально. Ну, хорошо. Просто задумчивая такая. Я? Задумчивая, мамочуль. Я еще не до конца шпатснулась еще. Не взбодрилась еще. Вот и говорю, давай еще кофе. Я кухо напилась уже вот так. А что, может покушать тебе положить? Я не ем в такое время. Ну что? Так как, подожди, кофе ты напилась, не ешь. А что теперь? Ничего, домой хочу. Там будешь бодриться? А как ты бодришься? Да я пока сейчас пройдусь по воздуху и бодрюсь. Там, кстати, прохладно на улице. Да ладно. Обычно я ему одеваю, когда вот такая погода, я ему накидываю что-то, потому что мы пока идем, там ветер может дуть. 25 градусов, это комнатная температура. Ветер. Это ты мерзляка. Не надо ребенка закалять. Да он и так закаленный у меня. Ну вот и все, что? 25 градусов, надо ему кофту одевать. Ты дома тут одеваешь кофту? Да ну нифига, я вот домой зашла, тут жара у нас, мам. Жарко вот здесь. Тут жарко, да. А там вот. А там холодно. Холодно. Ночью даже. Так, пойду я немного приведу себя в порядок, а то уже не свежая голова. Искупаюсь. Ванну вчера я так и не убрала в итоге, потому что я пошла Даньку укладывать где-то полдесятого, он очень долго укладывался спать, не знаю, мама говорит, я думала ты уже уснула там с ним. Я говорю, я так и подумала, что ты уже подумала, что я уснула. Но нет, он только уснул. В итоге я пока вышла, уже сама несколько раз там уснула, соответственно уже такое состояние просто сесть, чайку там и поболтать, но никак не убирать. Поэтому перенесла на сегодня ванну. Вот, осталась одна ванна. Даже балкон чуть-чуть прибрала вчера. Так что сейчас поеду искупаюсь, уложусь. Может сегодня еще снимать что-нибудь буду. Потом будем пробовать новую овсяшку. Сейчас представляете, пробую молоко, думаю, ну страшно, не буду сейчас сразу, маленький сделаю, маленький стаканчик сделаю. Пробую на вкус, а он сладкий, думаю, блин, не посмотрела, в состав, наверное, входит сахар. Написано без добавления сахара и в составе сахара нет. Объясните кто-нибудь, почему он сладкий? Почему это молоко сладкое? Вот смотрите, в состав вода, овсяная мука, рапсовое масло, витамины минеральные, примикс, витамин D, витамин B2, кальций, кальций и карбонат, соль юдированная. Все, без сахара. Но оно сладкое. Разве овсянка сама по себе сладкая? Молочный белок, не содержит молочный белок лактозу, холестерин, трансжиры, молочный протеин. 115 рублей стоит. Первый раз такое вижу. Офигеть. Веганский продукт. Так, ну что, теперь я решила приготовить один из стейков. Давайте приготовлю стейк классик, потому что пеппер стейк мы уже готовили, а вот классик нет. Так. Ой, девчули, а тут оказывается два кусочка, а не один. Поперчила, посолила с двух сторон и теперь обжариваю на сильно раскаленном огне. Запах. Ой, девчули мои, какой кайф на самом деле. Просто вот отдыхать, никуда не спешить. Прямо за это время моя голова конкретно отдохнет. Несмотря на то, что я сняла видео сегодня. Оно какое-то лайтовенькое было. Не то, что там надо бежать. Знаете, само осознавание того, что тебе надо куда-то спешить, бежать. Как-то в голове. Сумышедший дом, да? А когда ты понимаешь, что, ну, стоит коробочка, ну, надо тебе снять, да. Ну, не взять, надо сегодня или завтра делать, или... Как бы не надо спешить. Хочешь? Время есть? Силы, настроение? Сними. Не хочешь, не снимай. Вот такое, знаете, вот кайф. Я и покушала, и сняла видео спокойно, и перестирала все вещи, и, наконец-таки, ванну убрала, говорила вам, да? Короче, все везде чистенько максимально. И вот осталось одно, что надо сделать в квартире, это разобрать свой гардероб. И прям уже снимать видео. Но это не сегодня уже. Посмотрим. Может быть, завтра. Может быть, послезавтра. Я сейчас на лайте, у меня есть время. Вот, сейчас смотрю сериал «Элита». Сериал «Элита», второй сезон, вторая серия. Такой лайтовенький очень сериал, так что не буду рекомендовать, как вау-вау, посмотрите. Ничего такого особенного. Просто сериал и сериал. Сейчас на улице жарко, какая-то влажность полетела. Сегодня уже включала кондер, уже выключила его. Днем чуть-чуть даже прилегла. Так она не уснула, а просто поваляла, знаете, вот так вот просто на расслабончике. Вот, все хорошо. Надо думать, что сегодня вечерком кушать. А то я все съела. Все, что заказывала тогда, купила готовое, съели. А не, остался один оладушек с кабачком. И все. Надо что-то подумать, что готовить. Киденьку через пару часов забирать в садик. Я ему обещала сегодня киндер-сюрприз вечером. Так что по дороге надо будет купить. Не хотел в садике оставаться. Я говорю, я тебе сюрприз сделаю. Он такой сюрприз. Я говорю, да, садик заберу сюрприз будет. Остался. Я говорю, ну пошла готовить сюрприз. Так что все. Начали. Арслава Боня. 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 Арслава Боня.